Нарушителей здесь нет. Сотрудники полиции приехали в детский центр «Ровесник» по другому поводу – развлечь ребят и зарядить их энергией на весь день, показать, что спортом можно заниматься весело и непринужденно. Акцию провели представитель патрульно-постовой службы полиции и сотрудник кинологической службы. Такие мероприятия, помимо оздоровительных целей в целях ЗОЖ, они профилактические в плане поведения, в плане наставления на путь истинный, поскольку проходят в интересной игровой форме. Под музыку взрослые дети выполнили комплекс упражнений. Общественники рассказали детям о важности физической активности в жизни каждого человека, а полицейские о том, как стражи порядка поддерживают себя в хорошей физической форме. Полицейский рассказал детям о непростой службе и пожелал ребятам расти здоровыми, сильными, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Чтобы они знакомились со службой МВД России нашей, чтобы знали, если вдруг когда-то кто-нибудь захочет поступать или, допустим, работать у нас в министерстве, чтобы понимали, к чему готовятся, так сказать. Ну и все равно же интерес, особенно молодым парням интересно, обращение с оружием, ну и формы, она украшает мужчин. Яркий момент для ребят – встреча с служебными собаками. Сотрудник кинологического центра продемонстрировала умения и навыки своих четвероногих помощников, после чего дети могли поиграть с питомцами, погладить их и сфотографироваться на память. Перед воспитанниками центра выступила служебная собака Барс. Кинолог рассказал о том, что умеют полицейские собаки и продемонстрировала небольшой мастер-класс по дрессировке своего напарника. Мы привели сюда своих подопечных, своих напарников, для того, чтобы рассказать молодежи, как работают сотрудники полиции, рассказать, как собаки делают зарядку, показать и вовлечь в занятия физической культурой молодежь вместе с собаками. Помимо пропаганды здорового образа жизни, у этой акции еще одна важная цель – повышение доверия к органам внутренних дел, открытость полицейских и для подростков. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.